Арчанин Денис Красноруженко купил в одном из торговых центров нашего города новый диван. Хороший диван, красивый и недешевый. 48 980 рублей. И ему и его жене обновка понравилась. Но спустя некоторое время они заметили, если полежать на этом диване, кожа начинает зудеть и на ней появляются мелкие укусы насекомых. Приглашенный дезинсектор поставил диагноз. В мебели, только-только привезенные со склада, живут клопы. Приобрели диван, приехали, когда доставили его, переночевал на нем, весь искусственный проснулся. Денис показал нам фото, сделанное на следующее утро. После случившегося он пошел в магазин и потребовал либо заменить мебель, либо провести ее обработку. Продавцы, что там понятно с ними, что решать. Написал заявление. То есть нужно срочно решить что-то, потому что это ненормально. Все, мне ни ответа, ни привет. Взял вот номер директора, позвонил директору, ну, этой фирмы. Ну, так мало того, чтобы она меня там не выслушала, она на меня наорала. Типа, у них не может быть ничего такого. Типа, решайте проблему свои сами. Это либо у вас, либо у соседей. В этой квартире, говорит Денис, его семья живет не первый год. И за все это время не то, что клопов ни одного таракана не видали. И соседи вполне благополучные люди не асоциалы. Как уж так совпало, что клопы атаковали квартиру, лишь только в ней появился новый дорогущий диван, совершенно непонятно. Ну, точнее, Денису-то понятно. Непонятно директору магазина. И мы, кстати, с ней тоже пообщались. К нам обратился один из покупателей ваших. Говорит, что 19 февраля приобрел мебель в вашем магазине, где оказались клопы. Скажите, пожалуйста, как вот, вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию? Как ему теперь... Нет, я даже комментировать такое не могу, потому что мы 20 лет на рынке, это полный бред. Это полный бред. Ну, а вы пытались... Десять дней диван постоял у человека, пусть разбираются, кто у кого, у соседей, у них клопы, при чем здесь вообще мы. Это что за глупости? Ну, у вас таких случаев не было в вашей практике. Естественно. Мы дорожим своими покупателями. Мы 20 лет на рынке. В общем, пока стороны к компромиссу прийти не могут. Каждый уверен в своей правоте. Между тем, опытный Орский дезинсектор, попросивший не называть его имени, рассказал нашему корреспонденту, что случай этот далеко не единичный. По его словам, некоторые производители мебели, экономя на досках, скупают старые изделия. Поролон и обивка при этом, конечно, меняются, но вот дерево и пружинные блоки, которым сносу нет, остаются прежними. И порой в щелях сохраняется, так сказать, наследство от прежних хозяев. Яйца или личинки клопов, так называемые нимфы. Крошечные, всего полмиллиметра величиной, они не видны невооруженным глазом и способны впадать в анабиоз. В этом состоянии они многие месяцы выживают без еды, даже при отрицательной температуре. А потом, оказавшись в теплом помещении, почувствовав близость человека, выходят, скажем так, из энергосберегающего режима. Сейчас Денис собирается нанять профессионалов, которые помогут ему решить эту проблему. Но и оставлять в покое магазин, который, как он считает, продал ему некачественный товар, он тоже не намерен. Не исключено, что дело о диванных пассажирах будет рассматриваться в суде. Павел Лещенко, Николай Баранников, служба информации телерадиокомпании «Евразия».